Стамбул, крупнейший город Турции и самый популярный мегаполис этой страны у туристов, не просто находится в зоне риска разрушительнейшего землетрясения, но неуклонно движется к этой трагедии. По мнению ученых, в обозримое время она просто неизбежна, хотя никто точную дату подземных толчков, которые разрушат бывший Константинополь, предсказать не может. Зато может обозначить временной интервал. Об этом турецкому CNN рассказал профессор Хвалун Ахмед Эрджан, известный в Турции эксперт по прогнозированию землетрясений. Ожидаемые толчки в Стамбулы он назвал, великое землетрясение, 0 часов, 19 часов 18 минут. Я предсказал эту катастрофу еще в 2018 году. Потому что 2020, 2021, 2022 и даже 2023 годы станут годами землетрясений в Турции. Одним из основных источников этого является сдиги тектонической плиты, разлом которой проходит по территории Турции. И это движение накапливает гигантскую энергию, которая как раз и высвобождается в виде землетрясений. Во время землетрясения в Гильджуке в 1999 году была высвобождена энергия, эквивалентная 132-м атомным бомбам, и стащила большую часть напряжения марморы. Позже произошло землетрясение в Дюзджа. В итоге напряженность земной коры в этом регионе была снята, рассказал профессор. С этого момента прошло уже 22 года, и напряженность опять стала критической. Это значит, что землетрясение в качестве выхода энергии сдвигов может возникнуть в любой момент. А после 2035 года вообще необходимо звонить в колокола, самый рискованный период начнется после 2045 года. Причем на Стамбул придется сильнейший удар, который может просто разрушить город, пояснил ученый. Точную дату катастрофы предсказать невозможно, подчеркивает профессор, то есть удар может случиться в любой момент, хотя к 2045 году его вероятность возрастет до предела. Тем более, что частота землетрясений в Турции, включая курортные регионы Измира и Анталии, в последнее лишь растет. Но именно Стамбул, по мнению ученого, подвержен самому страшному землетрясению, а учитывая размеры этого мегаполиса, последствия такого удара могут быть катастрофическими. Землетрясение будет силой от 6,4 до 6,7 баллов, а на сам Стамбул придется удар магнитудой 7,7,2, пояснил хвалу Нахмед Эрджан. Напомним, что землетрясение магнитудой 6,9, которое потрясло западную провинцию Измир в конце октября, привело к 115 жертвам. Кстати, по данным геологической службой США, USGS, в 2020 году на долю Турции пришлось 85% смертей от землетрясений в мире. Сегодня мы наблюдаем страшнейшую катастрофу из-за землетрясения. В Турции есть несколько исследовательских центров по землетрясениям и движении плит. Почему они не прислушались к мнению профессора, не предупредили о надвигающейся катастрофе и не предупредили жителей, об экстренной эвакуации остается тайной. Но из открытых источников точно известно, что первый толчок был около 4 утра в северной части Сирии. Второй же толчок был около 13 часов дня. И если бы исследовательский центр работал, то смог бы предотвратить данную катастрофу. Почему не было оповещения для жителей неизвестно. Поскольку расчеты волны и силы должны были быть сделаны. Ведь в этом и заключается их работа. С этими вопросами правительству нужно обратиться в эти центры, которые они спонсируют, и спросить. Мы же только можем задавать вопросов воздух и скорбить о потере, которая скоро перевалит за 23 тысячи человек. Выражаю соболезнования, это катастрофа, горе которой невозможно забыть. Существующий участокuesto по бл sites Brady – Роман 없어요. Показываем соответственноvid論 подписчиков, аперит снять интерес notes и созрех сестрая. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok